Это Маркус из Барселоны. Но на его месте мог оказаться любой человек в любой стране. С ним произошло то, что ежедневно происходит во многих домах и учреждениях. Фильм Касимы Донорицер. Одна деталь принтера дала сбой, и производитель направляет Маркуса в Центр технической поддержки. Мой техник производит первичную диагностику неисправности, но она будет стоить вам 15 евро плюс НДС. К этому принтеру трудно найти запчасти. Его невыгодно чинить. Ремонт обойдется в 110-120 евро, а новый принтер стоит всего 39 евро. Советую купить новый принтер. Я бы на вашем месте купил новый принтер. Не случайно все три продавца предложили ему купить новый принтер. Маркус стал очередной жертвой запланированного устаревания. Тайного механизма, который движет нашим обществом потребление. Наша роль в этом обществе состоит в том, чтобы покупать в кредит ненужные нам товары. В нашем обществе доминирует так называемая экономика роста, суть которой состоит не в росте с целью удовлетворения запросов потребителей, а в росте ради роста. Если потребители не будут покупать, экономика не будет расти. Запланированное устаревание базируется на желании потребителя приобрести чуть более новый товар, чуть ранее, чем это необходимо. Этот фильм расскажет, как запланированное устаревание определяет ход нашей жизни еще с 20-х годов, когда производители начали сокращать долговечность своих товаров с целью повысить потребительский спрос. Они решили так – сократим срок эксплуатации до тысячи часов. Мы расскажем, как дизайнеры и инженеры были вынуждены приспосабливаться к новым задачам и нормативам. Им приказали снова встать за кольманы и разработать менее долговечное изделие. Они специально разработаны так, что к моменту выплаты кредита они уже приходят в негодность. Пользуйся и выброси. Новое поколение потребителей восстало против производителей. И можно ли создать прочную экономику без запланированного устаревания, которое губит окружающую среду? Грядущие поколения нас не простят, они осудят губительное расточительство развитых стран. Эффект лампочки Тайная история запланированного устаревания Добро пожаловать в Ливермор, штат Калифорния, родину самой долговечной электролампы в мире. Я Лин Оуэнс, председатель комитета электроламп. В 1972-м мы обнаружили, что у нас на пожарной станции висит очень необычная электролампа. Электролампа на пожарной станции Ливермора непрерывно горит с 1901 года. Забавно, что эта лампочка пережила две новейшие камеры наблюдения. В 2001-м, когда лампочка отметила свой столетний юбилей, жители Ливермора устроили ей веселый день рождения в американском стиле. Мы были бы рады, если бы собралось человек 200. Как же мы были удивлены, когда пришло 800-900. Кто же придет петь с днем рождения электрической лампочки? Мы сами на такое не рассчитывали. Эту лампу выпустили в городе Шелби, штат Огайо, в 1895 году. Она была изготовлена весьма интересными дамами и джентльменами, вложившими средства в эту компанию. Нить накаливания изобрел Адольф Шелли. Он изобрел долговечную нить накаливания. Я не знаю, в чем секрет ее долговечности. Он унес его с собой в могилу. Но формула долговечной нити накаливания Шелли это не единственная загадка в истории электролампы. Гораздо большей загадкой стал вопрос, как скромная лампочка стала первой жертвой запланированного устаревания. В Рождество 1924 года произошло одно знаменательное событие. Несколько мужчин в строгих костюмах скрытно собрались в Женеве с целью разработки секретного плана. Они создали первый всемирный картель. Его целью было установление контроля над производством электроламп и раздел мирового рынка. Этот картель назывался ФЭБ. ФЭБ объединил крупнейших производителей ламп Европы, США и даже далеких колоний в Азии и Африке. Его целью был обмен патентами, контроль производства и, прежде всего, контроль потребительского рынка. Компаниям выгодно, чтобы их лампы покупали регулярно. Им экономически нецелесообразно производить долговечные лампы. Изначально производители стремились увеличить долговечность ламп. 21 октября 1871 года после серии опытов были созданы малогабаритные относительно долговечные лампы с прочной нитью накаливания. Первая коммерческая электролампа Томаса Эдисона появилась в продаже в 1881 году. Срок ее службы достигал полутора тысяч часов. В 1924 году, когда был основан картель ФЭБ, производители с гордостью отмечали, что им удалось довести срок службы их ламп до двух с половиной тысяч часов. И тогда члены ФЭБ решили, нужно сократить срок службы ламп до тысячи часов. В 1925-м был создан так называемый комитет тысячи часов, целью которого было снижение долговечности электроламп до тысячи часов. 80 лет спустя берлинский историк Гельмут Гуго обнаружил доказательства деятельности комитета, скрытые среди документов фирм-основательниц картеля, например, голландская «Филипс», немецкой «Осрам» и французской ламповой компанией. Мы располагаем документом картеля, который гласит, запрещается гарантировать, рекламировать и предлагать лампы, срок службы которых превышает тысячу часов. Тысяча часов. Определение срока службы электролампы. Под давлением картеля компаний стали проводить опыты по созданию менее долговечной лампы, которая служит не более тысячи часов. Производство ламп велось под строгим контролем, чтобы проследить за выполнением требований картеля. Создание проверки. Компания «Осрам» тщательно регистрировала срок службы этих электроламп. ФЭБ создал бюрократический аппарат для слежения за компаниями. В случае, если их ежемесячные отчеты не соответствовали нормативам, с них взымались крупные штрафы. Вот таблица штрафов 1929 года, где указано, сколько швейцарских франков будет взыскана с компанией, если ее электролампы прослужат более 1500 часов. Штраф австралийской фабрики. Эти меры привели к неуклонному сокращению срока службы ламп. В течение всего двух лет он сократился с двух с половиной до менее полутора тысячи часов. В сороковые годы картель сумел достичь своей цели. Срок службы стандартных ламп снизился до тысячи часов. Я могу понять привлекательность этой идеи в 1932 году, ведь тогда мало кого заботили вопросы экологии. Тогда еще мало кто понимал, что природные ресурсы планеты далеко не безграничны. По иронии судьбы, лампа накаливания, которая всегда воспринималась как символ технических инноваций, стала пробным камнем системы запланированного устаревания. В последующие десятилетия изобретатели зарегистрировали десятки патентов новых ламп, в том числе и ламп, срок службы которых достигал 100 тысяч часов, но ни одна из них не поступила в продажу. Феб никогда не существовал официально, хотя и не слишком скрывал свою деятельность. Его методом маскировки была постоянная смена названия. Вначале он именовал себя всемирным электронным картелем, а затем вновь и вновь менял название. Важно отметить, что это учреждение существует до сих пор. Маркус из Барселоны Маркус из Барселоны не послушался продавцов и не поменял принтер. Он решил его починить и нашел по интернету специалиста, который объяснил, что случилось с его принтером. Вот маленький мерзкий секрет струйных принтеров. При попытке распечатать документ принтер выдал сообщение. Детали вашего принтера нуждаются в замене. И решил сам их заменить. Здравствуй, Маркус. Я получил твое сообщение. Маркус связался с автором видеоклипа. На дне принтера есть деталь под названием резервуар чернильных отходов. Струйный принтер постоянно прочищает печатающую головку путем распыления чернил, которые стекают на дно принтера и впитываются в эту губку. По истечении установленного срока принтер решает, что его губка полностью пропиталась чернилами и прекращает работать. Это якобы нужно, чтобы чернила не испачкали твой стол. Но на самом деле все гораздо хитрее. Цель этой технологии сократить срок службы принтера. Запланированное устаревание возникло одновременно с массовым производством и обществом потребления. Стремление производить менее долговечные товары зародилось в эпоху промышленной революции, когда машинное производство резко снизило себестоимость товаров, что само по себе было благом для потребителей. Но потребители не поспевали за темпами производства. Они были гигантскими. Уже в 1928 году влиятельный рекламный журнал предупреждал, товар, которому нет износа, это трагедия для бизнеса. Массовое производство повысило доступность многих товаров. Цены снижались. Многие стали покупать не по необходимости, а ради развлечения. Экономика процветала. Крах фондового рынка. Начинается паника. В 1929 году формирование общества потребления приостановилось, поскольку биржевая паника ввергла США в экономическую рецессию. Безработица достигла чудовищных масштабов. В 1933 году четверть трудоспособных американцев лишилась работы. Очереди уже стояли не в магазинах, а на биржах труда. В Нью-Йорке родилась революционная идея оживления экономики. Бернард Лондон, крупный торговец с недвижимостью, предложил обуздать депрессию путем введения обязательного запланированного устаревания. Тогда эта концепция была впервые высказана в письменном виде. Бернард Лондон предложил установить для каждого товара срок годности, по истечении которого будет запрещено пользоваться товаром. И владельцы будут обязаны его сдать для последующего уничтожения. Он пытался достичь равновесия между капиталом и рабочей силой, создать постоянный спрос для новых товаров, постоянный спрос на рабочую силу и постоянную прибыль капиталистов. Лондон считал, что принудительное запланированное устаревание товаров даст толчок промышленности и потребительскому рынку и обеспечит всех работой. Джайл Слейд приехал в Нью-Йорк, чтобы познакомиться с биографией автора этой идеи. Он хочет выяснить, какую цель преследовал Бернард Лондон — нажиться на запланированном устаревании или действительно помочь безработным. Доротея Вайтснер помнит, как познакомилась с Лондоном в 30-е годы во время семейного отдыха. Не говорите мне, кто это. Хорошо. Правда, интересно? Да, у него был очень интеллигентный вид. Вы познакомились с ним в 33-м. Мне было 16-17 лет. У родителей был огромный Кадиллак размером с дирижабль. Мама сидела за рулем, отец сидел рядом с ней, а супруги Лондоны сидели на заднем сидении лимузина. Папа попросил мистера Лондона изложить мне свою теорию. Он был интересным собеседником. Он вкратце изложил свою идею борьбы с экономической депрессией. Тогда у нас был экономический кризис, даже похоже нынешнего. Он был одержим своей идеей, словно художник, одержимый своим произведением. В машине он сказал мне шепотом, что его идея, по всей видимости, слишком радикальна. Действительно, идею Бернарда Лондона не восприняли всерьез, и закон о принудительном запланированном устаревании так и не был принят. А 10 лет спустя, в 50-е годы эта идея возникла вновь, но с одним существенным отличием. Действовать следует не методами принуждения, а методами убеждения. Запланированное устаревание. Это желание потребителя приобрести более новый и современный товар чуть ранее, чем ему это необходимо. Это прозвучал голос Брукса Стивенса, послевоенного апологета запланированного устаревания. Этот экстравагантный промышленный дизайнер разрабатывал все, от кухонной утвари до машин и поездов, и постоянно размышлял о запланированном устаревании. В духе той эпохи дизайн Стивенса сочетал стремительность и современность. Он оригинально оформил даже собственный дом. Этот дом проектировал мой отец, я в нем вырос. Когда его построили, все решили, что это новая автостанция. Настолько он был не похож на привычный жилой дом. Отец считал, что в дизайне главное это эффектность. Он терпеть не мог невзрачные товары, которые не вызывали у потребителей желания их купить. В отличие от прежнего европейского принципа, согласно которому следует изготавливать качественные товары, которые могут служить вечно подобно добротному костюму, в котором человек и женится и ложится в могилу, американский принцип стремится вызвать у покупателя недовольство товаром, который еще недавно так ему нравился, убедить его сбыть этот товар, побросовать цене и купить новейший товар, оформленный по последней моде. Брокс Стивенс ездил по всей Америке и неустанно пропагандировал запланированное устаревание. Его теория приобрела тогда огромную популярность, посвящается американским стилистам. И мужчин, и женщин все больше интересуют внешний вид товара. Они уделяют немалое внимания новизне, красоте, инноваторству. Дизайн и маркетинг вызывали у покупателей постоянное желание приобрести новейшую модель товара. Отец никогда не разрабатывал товар с намерением, что тот быстро испортится или устареет с функциональной точки зрения. Только сам потребитель решает, устарел товар или нет. Никто не вынуждает его идти в магазин и покупать новую модель. Он идет туда сам, по собственному выбору. Свобода и счастье, достигаемые безудержным потреблением, стали образцом жизни Америки 50-х годов и основополагающими столпами нынешнего общества потребления. Без запланированного устаревания не было бы ни этих магазинов, ни товаров, ни индустрии, ни дизайнеров, ни архитекторов, ни продавцов. Не было бы уборщиков и охранников. Все бы остались без работы. Как часто вы меняете свой мобильный телефон? Раз в полтора года. Раз в год. В наши дни запланированное устаревание стало обязательным пунктом учебной программы школ дизайна и инженерии. Борис Конюф читает лекцию о жизненном цикле товара, что является современным эвфемизмом запланированного устаревания. Я сходил в магазин и купил вам несколько товаров. Сковороду, солонку, рубашку, еще одну рубашку. Он учит студентов дизайну, который подчинен лишь одной цели – способствовать частым и повторным покупкам товаров. Рассмотрите эти товары и скажите, когда они по-вашему выйдут из употребления, каков срок их службы. Дизайнеры должны понимать, в какой компании они работают. Компания определяет бизнес-модель, с какой частотой она стремится обновлять свой ассортимент. Этот практикум помогает дизайнерам понять, как разрабатывать изделие, которое будет соответствовать деловой стратегии их заказчика. Начиная с 1950-х запланированное устаревание стало основой стремительного экономического роста западных стран. С этого момента рост стал священной целью нашей экономики. В нашем обществе доминирует экономика роста, направленная не на удовлетворение запросов потребителей, а на рост ради роста, на бесконечный рост, приводящий к безграничному росту производства. А чтобы оправдать рост объемов производства, надо увеличить объем потребления. Сэрш Латуш известный критик экономики роста, подробно описавший ее механизм. Для этой системы необходим искусственный спрос, создаваемый тремя путями рекламой, запланированным устареванием и кредитом. В нынешнюю эпоху наша роль состоит лишь в том, чтобы покупать в кредит ненужные нам товары. В этом нет ни малейшей логики. Критики экономики роста отмечают, что она недолговечна, поскольку в ее основе заложено внутреннее противоречие. Верить в возможность бесконечного экономического роста, то есть верить в безграничность земных ресурсов, может либо дурак, либо экономист. Беда в том, что теперь все мы стали экономистами. Зачем каждые три минуты выпускают новый товар? Разве это необходимо? Многие уже поняли, что так дальше жить нельзя, хотя политики их призывают идти в магазины и покупать товары, поскольку это наилучший способ дать новый толчок экономике. Общество потребления напоминает гоночную машину без водителя, которая мчится на бешеной скорости и скоро то ли врежется в стену, то ли свалится в пропасть. Изучив инструкции множество моделей принтеров, Маркус понял, что во многих случаях срок их службы был заранее предопределен разработчиками. Срок службы изделия 18 тысяч страниц, 5 лет работы. Для этого они устанавливают в недрах принтера особую микросхему. я обнаружил микросхему типа ИПРОМ, которая отсчитывает число распечатанных страниц. И как только оно достигнет установленной цифры, микросхема заблокирует принтер, и он прекратит печатать. Алик Гиннесс в фильме «Человек в белом костюме». Что испытывают инженеры, намеренно сокращая долговечность изделий? Эта дилемма была изображена в британском фильме 51-го года, в котором молодой химик изобрел вечное волокно. Он считает, что совершил великое открытие. Вечное волокно повергло город в страх. Держи его! Но его открытие обрадовало далеко не всех, и вскоре его стали преследовать не только хозяева фабрики, но и рабочие, боявшиеся лишиться заработка. Очень интересно, что подобное событие действительно произошло в текстильной индустрии. В 40-м году химический гигант Дюпон сообщил о революционном открытии синтетической ткани нейлона. Женщины несказанно радовались прочным долговечным чулкам, но их радость была короткой. Отец работал на Дюпоне до и после войны в отделе нейлона. Он рассказывал, что когда был разработан нейлон, из него изготовили чулки, и сотрудников отдела попросили взять их домой и предложить женам и подругам. Отец принес их маме, и она пришла в восторг от прочности первых нейлоновых чулок. Химики Дюпона были настолько горды своим достижением, что даже мужчины хвастали прочностью нейлоновых чулок. Беда заключалась в том, что они были слишком долговечными. Женщины были очень рады, что на них не появлялись стрелки, но, к сожалению, это означало, что объемы продаж чулок будут очень невелики. Дюпон дала отцу Николс Фокс и его коллегам новое указание. Вновь стать закульманной и разработать менее прочные волокна, чтобы чулки стали менее долговечными. Талантливые химики, которым удалось создать прочные чулки, теперь, подчиняясь духу эпохи, делали их менее долговечными. Вечное волокно исчезло с завода совсем как в кинофильме. Нам нужны полные права на это изобретение. Если хотите, мы выплатим вам двойной гонорар. Четверть миллиона. Чтобы скрыть его? Да. Что испытывали химики Дюпона, намеренно сокращая срок жизни своего детища? Конечно, инженерам было обидно растрачивать свой талант на создание менее качественного материала, после того, как они так старались создать качественный товар. Однако, в каком-то смысле, это непрофессиональный взгляд на проблему. Ведь суть их работы сделать крепче или слабее в зависимости от желания заказчика. Тогда перед инженерами встал сложный нравственный вопрос. Запланированное устаревание привело к пересмотру их нравственных ориентиров. Есть инженеры старой школы, которые стремятся разработать максимально долговечный товар, который не ломается. Инженеры новой школы, попавшие под влияние рыночных тенденций, заинтересованы создать недолговечный товар. И новая школа одержала верх, над старой. Смерть Камиво и Жора. Запланированное устаревание возмущало не только инженеров. Недовольство простых потребителей отразилось и в фильме Артура Миллера «Смерть Камиво и Жора», ставшего киноклассикой. Как его герою Вилли Ломану, потребителям оставалось лишь бессильно сокрушаться. Раньше я покупал вещи, которые работали как часы, а теперь то и дело отвожу их на свалку. Едва я выплатил кредит за машину, как она сломалась, холодильник жует приводные ремни, как дикий зверь. Они специально разработаны так, чтобы к моменту выплаты кредита приходили в негодность. Потребители не знали, что по другую сторону железного занавеса в странах Восточного блока экономика прекрасно обходилась без запланированного устаревания. Коммунистическая экономика основана не на свободном рынке, а на государственном планировании. Она была неэффективной и страдала от постоянного дефицита ресурсов. При такой системе запланированное устаревание теряло смысл. В ГТР стране с наиболее эффективной коммунистической экономикой официальный стандарт срока службы стиральных машин и холодильников равнялся 25 годам. Я купил этот холодильник в Восточной Германии в 1985 году. Он проработал 24 года. Лампочку я ни разу не менял. Так что ей тоже почти 25 лет. В 1981 году в Восточном Берлине выпустили особо долговечную лампу. Ее стали предлагать зарубежным покупателям в западных странах. Когда производители электроламп из Восточной Германии представили свой товар на Ганноверской ярмарке 1981 года, их коллеги из ФРГ сказали, вы останетесь без работы. А инженеры из ГДР ответили, нет, наоборот. Мы добились экономии энергии и вольфрама. Теперь нам работа гарантирована. Западные покупатели отвергли эту лампу. В 1989 году пала Берлинская стена. Завод был закрыт и производство долговечных ламп прекращено. Сейчас их можно увидеть лишь на выставках и в музеях. через 20 лет после падения Берлинской стены культура безудержного потребления охватила и Восточную Германию. Но с одной разницей. В эпоху интернета потребители поднялись на борьбу с запланированным устареванием. Первым нашим клипом, совершившим прорыв в этой области, стал клип об Айподе. Я выложил последние деньги, купив Айпод за 500 долларов, а через 8 месяцев вышел из строя его аккумулятор. Я позвонил в Эппл и попросил его заменить. А там, подчиняясь инструкции, мне стали советовать купить новый Айпод. Вам лучше купить новый. Эппл не продает? Нет. Эппл не продает новые аккумуляторы для Айпода? Нет. Меня возмутил не сам факт износа аккумулятора, ведь если в телефоне Nokia аккумулятор вышел из строя, его заменят, и если в ноутбуке Apple аккумулятор вышел из строя, то его тоже можно заменить. А в таком дорогом изделии, как Айпод, при порче аккумулятора приходится менять все изделие. Мой брат предложил снять об этом клип. Мы написали на всех рекламах Айподов в городе. Аккумуляторы Айпода служат всего 18 месяцев, но не подлежат замене. Мы разместили клип на нашем сайте «Грязные тайны Айпода». И за шесть первых недель его просмотрели шесть миллионов людей. Сайт буквально разрывался. Элизабет Притцкер, адвокат из Сан-Франциско, посмотрела этот клип и вместе с коллегами подала на Apple в суд, обвинив фирму в заниженном сроке службы аккумулятора. Через полвека после дела об электролампах запланированное устаревание вновь предстало перед судом. Мы подали этот иск через два года после выхода Айпода в продажу. Apple уже успела продать США 3 миллиона Айподов. Многие владельцы Айподов жаловались на плохую работу аккумуляторов и хотели подать иск. Одним из них был Эндрю Уэсли. Мы выбрали несколько клиентов, которые стали представителями нашего коллективного иска. Коллективный иск практикуется только в американской юриспруденции. При этом небольшая группа истцов представляет в суде большую группу граждан и от их имени подает иск. В данном деле я представлял тысячи, если не десятки тысяч людей. Это дело стало широко известным под названием Уэсли против Эппл. Когда родные друзья узнали, что речь идет о громком деле, они решили, что я стал радикалом. Стал новый Эрин Брокович. В декабре 2003 года Элизабет Притскер подала иск в суд округа Сан-Маттел, который находился неподалеку от штаб-квартиры Эппл. Мы потребовали от Эппл техническую документацию, касающуюся срока службы аккумуляторов Айпада. И, получив множество документов об устройстве аккумулятора и его тестировании, убедились, что литиевый аккумулятор Айпада был намеренно разработан недолговечным. По моему мнению, при разработке Айпада Эппл руководствовалась принципом запланированного устаревания. После многомесячных прений стороны пришли к компромиссу. Эппл создала службу замены аккумуляторов и продлила срок гарантии до двух лет. И сам была предложена компенсация. Меня лично больше всего тревожит, что Эппл изображает себя молодежной новаторской компанией, однако при этом не заботится об экологии, не занимается утилизацией изделий, пришедших в негодность, что противоречит ее собственному кредо. запланированное устаревание создает огромный поток отходов, которые отправляют в страны третьего мира, например, в Ганн. Вот уже девять лет, как в нашу страну, один за другим прибывают корабли, нагруженные контейнерами с отходами электроники. Это устаревшие компьютеры и телевизоры, которые в развитых странах уже никому не нужны. Международный закон запрещает вывоз электронных отходов. Однако торговцы применяют нехитрый прием. Они классифицируют эти отходы как подержанные товары. Свыше 80% таких товаров, прибывающих в Ганну, не подлежат ремонту, и содержимое контейнеров отправляется прямиком на свалку. Мы находимся на свалке в Акбу-Глуши. Раньше здесь протекала красивейшая река Одао, в которой в изобилии водилась рыба. Мы учились в школе неподалеку отсюда и приходили сюда играть в футбол и отдохнуть на берегу реки. Рыбаки катали нас на лодках. Я это отлично помню. А теперь все это исчезло. Мне очень горько и обидно. И теперь уже дети не ходят играть на реку после уроков. Вместо этого подростки из бедных семей ищут здесь цветные металлы. Они сжигают пластиковую оболочку электропроводов, чтобы извлечь ее металлическую сердцевину. А дети поменьше роются в оставшихся отходах в поисках кусочков металла, которые не заметили старшие. Все те, кто наживаются на этих отходах, заявляют, мы стремимся помочь Гане догнать Европу и Америку по уровню компьютеризации. Но на самом деле эти компьютеры пребывают в нерабочем состоянии. Незачем собирать отходы, не имея возможности их переработать. Особенно отходы из других стран, превращая нашу страну во всемирную свалку. Если в индустриальную эпоху удавалось скрыть отходы от наших глаз, то теперь уже от них никуда не скроешься. Эпоха экономики отходов подходит к концу, поскольку нам уже просто некуда девать ее отходы. Я уверен, что наступит время, когда мы поймем, что наша планета не в состоянии обеспечить бесконечный экономический рост. Ее природные ресурсы и источники энергии ограничены. Грядущие поколения нас не простят. Они осудят расточительный образ жизни, в котором сейчас погрязли развитые страны. во всем мире ширится сопротивление запланированному устареванию. Майк Анани, став жертвой этой системы, объявил ей войну. Он стал собирать сведения. Здесь я храню отходы электроники, на которых имеется имя производителя. Вот написано Аму Центр, Западная Зеландия. Это Дания. А это детали из Германии. Ее отправили сюда на свалку. Вестминстерский колледж, Apple, компания которая кичится своей заботой об экологии. Пусть она знает сколько здесь отходов ее продукции. У меня есть база данных с названиями, адресами и номерами телефонов компаний, которые отправляют свои отходы на свалки в Гану. Майк Майк Анани намерен их использовать в качестве судебных доказательств. Мы должны применить карательные санкции, подать на них в суд, чтобы прекратить вывоз отходов электроники в Гану. Маркус снова ищет в интернете, как можно продлить срок службы его принтера. Он нашел русский сайт с бесплатной программой для принтеров, нейтрализующей микросхему блокировки. Автор программы даже потрудился объяснить причины ее создания. Вся беда в порочной системе. Эта бизнес-модель вредна для пользователя и окружающей среды. И я сумел разработать простую и удобную программу, которая позволяет пользователям перепрограммировать микросхему. Маркус не уверен в успехе, но все же скачивает программу. Джон Текара поселился во французском поселке и борется с запланированным устареванием, пропагандируя бизнес-модели и дизайнерские идеи, которые присылают ему со всех концов света. В бедных странах чинят все поломанные товары. Идея выбрасывать товар лишь потому, что он сломался, кажется им возмутительной и безумной. В Индии есть такое слово джугад, означающее традицию чинить поломанные вещи, каким бы сложным ни был их ремонт. Мы ищем людей, которые осуществляют реальные проекты. Они разглагольствуют или предаются абстрактным размышлениям о том, как ужасна нынешняя ситуация и как ее изменить. Один из них Орнер Филлипс, потомок знаменитой династии производителей электроламп. Я помню, как дед водил меня на зовут Филлипс в Эйнтховене, чтобы показать, как производятся электрические лампы. Это было захватывающее зрелище. Почти через сто лет после учреждения картеля производителей ламп Орнер Филлипс продолжил семейную традицию, но в несколько ином духе. Он производит светодиодные лампы, которые служат 25 лет. Я не отделяю бизнес от экологии. Они должны сосуществовать. Это самая прочная основа для создания бизнеса. Я уверен, что нам следует учитывать истинную стоимость используемых нами ресурсов. Надо учитывать косвенное потребление энергии при транспортировке товара. Если бы перевозчики платили истинную цену доставки грузов, учитывающую, что нефть это невосполнимый ресурс, у которого нет реальной замены, то стоимость перевозок возросла бы в 20-30 раз. Такой скачок цен сказался бы на себе стоимости товаров, став самым мощным стимулом для производителей во всем мире, чтобы они производили товары, работающие вечно. С запланированным устареванием можно бороться и путем пересмотра принципов разработки производства потребительских товаров. Новая концепция от колыбели к колыбели утверждает, что если заводы будут работать в гармонии с природой, то запланированное устаревание само станет устаревшим. охрана окружающей среды всегда подразумевает экономию сокращения объемов производства отходов и ущерба наносимого природе. Но посмотрите на весеннюю природу, на цветущую вишню. Она ничего не экономит и не сокращает. Природа величайший производитель, но увядшие лепестки, листья и все остальное, ставшее ненужным, это не отходы. Они питают другие организмы. Это замкнутый цикл. Природа производит не отходы, а питательные вещества. Браунгард считает, что промышленность может воссоздать этот безупречный природный цикл. Он доказал, что это возможно, перестроив производственный процесс швейцарской текстильной компании. Эта ткань, например, не годится для обивки мебели. Ее обрезки ядовиты. Их выбрасывают в токсичные отходы. Браунгард обнаружил, что на заводе повседневно используют сотни крайне токсичных химикатов. Браунгарту и его коллективу удалось сократить число химикатов, необходимых для производства, до 36, и все они утилизируемы. Теперь мы выбираем лишь компоненты, которые пригодны в пищу, которые можно нарезать и добавить в суп. Если недолговечный товар создан из вредных веществ, он лишь усугубляет проблему отходов. А если он создан из питательных веществ, то будет приносить пользу, даже отслужив свой срок. Но, по мнению более радикальных критиков, одной перестройки производства будет явно недостаточно. Они стремятся перестроить всю экономическую систему и всю нашу систему ценностей. Это настоящая революция. Прежде всего, это культурная революция, смена системы ценностей, смена менталитета. Эта концепция называется анти-рост. Серж Латуш выступает на многочисленных конференциях, разъясняя, как нам избавиться от общества роста. Анти-рост это дерзкий лозунг, который призывает избавиться от иллюзорной веры в возможность бесконечного роста, доказывая необходимость оздоровления общества. суть анти-роста можно выразить одним словом сокращение. Сокращение экологического ущерба, сокращение объема отходов, сокращение непомерного производства и потребления. Сократив производство и потребление, мы обнаружим, что есть и иные формы богатства, которые не требуют поглощения природных ресурсов, например, друзья и знания. Наша самооценка и самоуважение стали все больше опираться на обладание материальными благами, поскольку рухнули прежние ценности, определявшие наше благополучие, например, уважение окружающих, единение с природой и прочие духовные ценности, вытесненные потребительством. Если счастье определяется лишь уровнем потребления, то мы должны быть абсолютно счастливы, поскольку потребляем в 26 раз больше, чем во времена Маркса. Но все опросы показывают, что мы не стали в 26 раз счастливее, поскольку счастье — это, конечно, субъективное понятие. К фритике антироста опасаются, что он разрушит современную экономику и ввергнет нас назад в каменный век. Возвращение к экологическому балансу, при котором человечество влияет на экологию не больше, чем силы самой природы, не означает возврат в каменный век. В масштабах такого государства, как Франция, оно означает возвращение к уровню 60-х, но уж никак не к каменному веку. Можно утверждать, что общество антироста станет воплощением слов Ганди. Мир достаточно велик, чтобы накормить досыта всех людей, но он слишком мал, чтобы насытить человеческую алчность. маркетинг. 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 бесплатную русскую программу. Она сумела обнулить счетчик микросхемы его принтера. И принтер сразу заработал. конец. Фильм озвучен на студии Ульпане-Эль-Ром. Перевод на русский язык Илья Вяземский. Илья Вяземский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова